Сказать, как правильно это делать, зачем это делать, и самое главное, рассказывала, почему это делаю я и свои личные примеры. Может быть, кто-нибудь из вас стал писать эти цели? Или все-таки просто прослушали, вроде бы чего-то хотели сразу сделать, а потом решили, ай, может быть, мне и так пойдет. Начали писать. Замечательно. Ребят, кто стал писать цели, я вам просто советую не останавливайтесь их писать. Вот если вы уже начали их писать, то пишите постоянно каждый день, потому что если уже у вас дело положено, да, заложен вот это вот, наше зерно с вами посажено, и вот-вот из него скоро вырастет ваше дерево, на котором будут сбываться ваши мечты и цели. Обязательно пишите. Молодцы. Ну, естественно, как я вам сказала, да, для того, чтобы они у нас сами сбывались, да, чтобы у нас все было так хорошо, как у нас должно было быть, вот, напишите Алине, пожалуйста, чтобы она перезашла. Чтобы я не отвлекалась, а то, мало ли, я у нее заикаюсь, она это не услышит. Нам нужно, конечно, с вами правильно и профессионально планировать наш результат. Ребят, вы знаете, планирование – это очень сложная тема. Вот настолько она сложная, если вы зайдете, например, в Google, да, в любой поисковик, введете, что такое планирование, вам выдаст столько различных терминов, различных каких-то непонятных слов. И если ты не сильно силен в этом, начнешь читать, то действительно просто-напросто понять сложно, что же для тебя пытается донести Google или какой-нибудь умный-умный психологический сайт. Вот, поэтому я сегодня вам хочу донести систему планирования тем языком, доступным языком, на котором я это доношу и до своей структуры, и, соответственно, как понимаю это я. Потому что в любом случае вы понимаете, что ничего никогда не нужно усложнять, да, лучше наоборот все упростить, все переделать под себя и уже готовый результат отдавать тем людям, которым это надо, потому что это действительно у нас уже будет работать. Итак, что же для меня планирование? Что же это такое? Вот прям простым языком, чтобы даже детям это было понятно. Все легко и просто. Когда я получу то, что я хочу? Мы же с вами пишем цели, правильно? У нас с вами целый список целей, но как минимум их 10 должно быть у каждого из вас. Поэтому мы должны понимать, распланировать, когда мы получим все вот эти вот наши цели, написанные в нашем ежедневнике, когда и каким образом. То есть, ладно, когда. Мы даты там проставили, вроде бы мы должны их уже не получить. Но самое главное, конечно же, вы понимаете, что нельзя, как мы шутили, лежать дома на диване, на обоях каждый день писать свои цели, и не вставая с дивана, надеяться, что они сбудутся. Конечно же, они не сбудутся. Цели мы пишем с вами не для того, чтобы, ну, что-то такое манно-небесное к нам спустилось, да, и сами по себе не сбылись. Нет. Цели мы ставим с вами для того, и каждый день их пишем, для того, чтобы мы каждый день сами себя мотивировали этими целями, чтобы мы вот вставали с этого дивана, вставали со своих там каких-то кресел или еще, с кровати, да, и начали делать действия для того, чтобы наши эти цели сбывались. Поэтому это очень важно. Итак, друзья, смотрите. Очень многие люди к планированию относятся, ну, как-то пренебрежительно. Вот вроде бы, да, говорит им наставник, да, вот ты пришел в бизнес для того, чтобы тебе сделать 3000 баллов, тебе нужно распланировать, что нужно пошагово, каждый твой прирост за каталог и все остальное. И вот многие, особенно новички, посидели, посидели, подумали, подумали, вроде бы написали какой-то себе такой маломальский план, и в конечном итоге его забросили и решили делать так. Ну, вот как придется, так у нас с вами и получится. И теперь смотрите, если вы сейчас находитесь, да, на текущем вебинаре, значит, вас очень интересует этот вопрос, согласитесь. И, соответственно, если вас интересует планирование, значит, значит, это очень важно, вы сейчас находитесь не на том уровне, на котором хотели бы находиться. То есть я не хочу сказать, что у вас, может быть, сейчас какой-то низкий статус, да, или, может быть, у вас там вообще бизнес не идет. Нет, я веду к тому то, что вы сейчас, сами понимаете, что могли бы находиться намного выше, чем находитесь на текущий момент. Есть такое у вас? Либо вот вы прям довольны и вот зашли просто сюда для хорошего настроения, или просто у вас появилось время, чтобы сюда зайти, и все. Или вот прям вот, как, да, в точку я попала. То есть вы понимаете, реально понимаете, что вы можете большего. Реально можете большего. Вы заслуживаете большего. Но по каким-то непонятным причинам, вот как-то так все складывается вокруг вас, то, что не получается тот результат, о котором вы мечтаете, о котором вы вообще хотите. Один человек написал, давайте немножечко активнее, чтобы у нас с вами продуктивно все проходило, а не просто был один мой монолог. Я думаю, что я попала в точку, потому что на каком бы ты уровне ни находился, не то, что ты всегда хочешь выше находиться, нет. Ты всегда понимаешь то, что твои силы таковы, да, то, что ты всегда можешь подняться еще и выше, выше, выше. И всегда мы можем с вами быть еще лучше, чем мы сейчас с вами, и знать больше, и работать больше, и развиваться больше. Отлично, обратная связь пошла. Теперь смотрите, почему же мы с вами вот находимся на том месте, которое нас не устраивает, возможно, на текущий момент. Почему наши новички не получают то, что они хотят, да, когда приходят к нам в бизнес? Почему наши бизнес-партнеры, возможно, не так быстро и активно растут, как хотелось бы нам и как хотелось бы им? Все здесь вы сейчас видите на слайде, и мы сейчас с вами это все подробно разберем. Ребята, самая первая, самая большая основная ошибка, то, что у многих из нас с вами нет четкого плана. Ну вот его просто нет. Вот мы стоим с вами каждое утро, и у нас вроде в голове как-то вот что-то там разложено по подпунктикам. Мы что-то вроде помним, что мне сегодня нужно съездить на офис, мне нужно развести заказы, мне провести две бизнес-встречи, мне нужно еще что-то, что-то, что-то сделать. Вы, лидеры, вы это помните. Ваши новички будут помнить это? Навряд ли, я думаю, что они будут помнить. Потому что когда у нас с вами нет четкого плана действий на текущий день, у нас всегда появятся пожиратели времени, которые у нас будут просто-напросто это время наше отнимать. Кто такие пожиратели времени? Как вы думаете? Я думаю, что все вы прекрасно знаете, да? Это нам позвонит подруга по телефону, с которой мы проведем с вами минут 30-40. Это мы с вами сходим на кухню и остановимся там на часа полтора. Мы вспомним то, что у нас в шкафу плохо вещи лежат, и мы с вами начнем тоже там заниматься какими-то делами. И получается, интернет, телик, звонки, сериалы, книгу начали читать, не относящуюся к саморазвитию, а просто там какой-то романчик захотели почитать. В социальные сети залезли, начали ленту смотреть. Очень много пожирателей времени, и вы когда чем-то занимаетесь, вот таким вот, да, вот кто-то сжирает ваше время, вы реально, ребят, не замечаете, как это время очень быстро уходит. И потом, вроде бы, нам и нужно было и заказы развести, и звонки какие-то сделать. А мы с вами на часы смотрим, а все, время ушло, день закончился, все. Поэтому, когда нет четкого плана, всегда найдутся обстоятельства и люди, которые у нас с вами это время украдут. Следующее. А многие говорят, особенно новички, вообще они вообще не понимают, и зачем этот план нужен. Я и так все знаю. Ну вот мне наставник сказал сделать то-то, то-то. Ну вот я в течение недели это и сделаю. Да, то есть у многих вообще нет понимания, зачем заниматься планированием, зачем планировать свой текущий день. Все делается у многих просто-напросто на авось. Вспомню, сделаю, хватит времени, сделаю, да. Ну а если не хватит, то и бог с ним. Следующий, третий пункт, это неверно составленный план, и в основном он часто завышен. Занижен мало, пишут. В основном он всегда завышен. Это когда лидер, послушав такой вебинар, он принимает для себя решение. Все, я буду точно сейчас сидеть и планировать свой завтрашний день. И начинается планирование. Так, 8 часов подъем, там 8.30, то-то в 9-то, и погнали себе рабочий день, да. Прописывать слишком много задач на текущий день. Мы с вами, конечно, понимаем, что мы люди. И каждому человеку нужен в течение дня и отдых, и перерыв, и обед, и ужин, и, возможно, даже полдник. Еще какие-то у нас могут быть неотложные дела. Но мы с вами все равно, мы же считаем то, что у меня есть такая жгучая цель, поэтому я смогу, я все сделаю. И реально, просто-напросто люди себе ставят завышенный план. Проходит день. Что происходит с этим человеком? Он открывает свой ежедневник. Он смотрит, что было сделано, а что он сделать не успел. Он смотрит то, что у него много пультиков осталось, не сделанных. И что тогда происходит с этим человеком? Друзья, с этим человеком происходит... Возможно, даже произойдет, если так в течение недели он будет над собой издеваться и ставить себе завышенные планы. Вполне вероятно то, что может даже человек упасть в депрессию. А может человек просто-напросто разочароваться. То есть он себе ставит план, и он понимает то, что он физически не справляется с этим. Начинает в голову плохие мысли лезть. То, что, ага, я не справляюсь, значит, я не способен. Значит, это не мое. Значит, есть люди, которые лучше меня. И, соответственно, человек что делает? Он просто бросает к черту это все планирование и уходит обратно либо в работу, где нет плана, где либо непонимание, для чего он вообще нужен, либо просто на работу на авось. Поэтому, друзья, прежде чем вы будете ставить себе план, да, на следующий день, на каталог, еще на что-то, всегда старайтесь, конечно, чтобы он у вас был реальным, чтобы он у вас не был завышенным. Ладно, день. А когда, давайте мы с вами вспомним, я думаю, наверняка у вас были такие бизнес-партнеры, которые приходят в бизнес, да, и на первой же бизнес-встрече вам говорят. Ну, вот они с вами поговорили, все замечательно, вы ему показали маркетинг-план, уровни и вам человек говорит. Я, у меня план, да, через 6 каталогов, например, открыть статус золотого директора, через 8 каталогов открыть статус рубинового директора и через 2 года сделать статус, например, там, национального директора. То есть, когда вот к нам приходят такие новички, да, и они сразу ставят для себя очень сильно завышенные планы. Вот были у вас такие новички или не было у вас таких новичков? Вы знаете, если вы работаете со своей структурой по написанию целей, как это у нас было с вами на прошлом марафоне, и вот именно со структурой в своих чатах вы разбираете, как правильно писать эти цели, да, они вам сбрасывают эти цели, как я вам рассказывала, как я работаю со своей структурой на прошлом марафоне нашем, то тогда вот вы могли бы уже заметить то, что ваши некоторые лидеры, да, когда еще не разобравшись суть этого бизнеса, они не понимают, как сделать эти 3 тысячи баллов, какой для этого нужен срок. Они сразу лупят то, что все, я хочу там, вот, 100 тысяч доход к концу года, и меня не колышут, и я точно знаю, что я их сделаю. И что происходит? Заканчивается год, человек зарабатывает 5 тысяч вместо 100 тысяч, и, соответственно, опять, хотя мы понимаем, что это результат хороший, да, возможно для кого-то, но у человека разочарование, он уходит из бизнеса. Поэтому это очень важно, чтобы вы сами себя не мучили, да, сами себя не заставляли и не делали себе такие завышенные планки. Будьте, ребята, реалистами. Немножечко завышаем, но все равно будем реалистами, и это мы уже учили свою структуру. Следующий, невыполнение плана. Ну, хорошо, мы опять с вами сели, да, мы с вами вроде бы напланировали всего, все у нас круто, все у нас классно. Мы начинаем с вами выполнять план. Вы знаете, как я, ребят, планирую, у меня, ну, естественно, я думаю, что вы понимаете, что у каждого сетевика должен быть очень хороший инструмент, который называется ежедневником, да, и мы с вами вечером начинаем прописывать список дел, которые мы должны сделать на следующий день. Вот у нас наступает рабочий день, мы открываем ежедневник и видим список дел на текущий день, да, мы все выполняем, и возле каждого выполненного дела нашего, которое у нас было запланировано, мы ставим галочку, то, что дело у нас сделано. И вот смотрите, когда вы себе прописали, например, 10 задач в течение дня, и в конце дня вы заходите в свой ежедневник, его открываете и смотрите, то, что у вас выполнено 2 задачи, да, или 3 задачи, ну, никак не 10. Это, конечно, если у вас совесть взыграет, и вы начнете исправлять эту ошибку, это хорошо. Но многие люди начинают это перекладывать на завтра, на послезавтра, на всю неделю, я прозвоню людей через месяц, я в следующем каталоге сделаю такой объем, то есть реально мы ставим себе план, мы понимаем, что нам это надо, да, но мы его не выполняем. И потом, что делаем? Мы себе ищем оправдание, почему же у нас этот план все-таки с вами и не сработал. Ну и последний, самый мой любимый пункт, то, что когда ты начинаешь людям говорить про планирование, то, что это реально нужно делать, это простым языком вам вот именно доношу, что это действительно нужно делать, если вы хотите результат. А многие сидят и, может быть, даже сейчас и думают, ой, это не работает, что я буду заниматься, что я буду время тратить. Вот ты же сама сидишь и говоришь, что время наше бесценно, да, нельзя там допускать, чтобы разные пожиратели времени его у нас убирали, крали и все остальное. А вот я буду сидеть и минут 30 сейчас заниматься этим планированием. То есть я сама у себя буду время красть. Если вы так, ребят, думаете, конечно, это нужно убирать из своей головы, потому что если вы четко не пропишете, да, четко не будете знать вашу последовательность действий, и все то, что вас будет ожидать в ближайшие неделю, каталог, полгода, год, тогда у вас не будет поставлено правильное видение вашего бизнеса. Ну и, соответственно, результат будет. Конечно, результат будет и без планирования. Он будет в любом случае. Если вот прям брать и пахать, да, работать, 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 результат будет. Но с планированием он будет намного быстрее и намного лучше. Итак, разобрались, да, то, что почему у нас с вами, возможно, сейчас какие-то такие моменты есть. Вот нерабочие, да, почему мы сейчас не на том месте, где бы мы хотели и могли бы находиться. Идем с вами дальше. Что же нам нужно с вами именно для профессионального планирования? Ну, в первую очередь, конечно, это наш мозг, и, как я вам уже сказала, ежедневник. Ребят, у кого из вас, неправильный вопрос, не есть ежедневник, а кто из вас ежедневно прописывает свой план на следующий день? Либо, может, вы на неделю занимаетесь планированием, прописываете свой список дел в ежедневнике, или, может быть, на каталог вы заранее прописываете. Как вы делаете это? Вот тоже поделитесь опытом, потому что я думаю, что всем это будет очень полезно и интересно. У каждого лидера своя система, у каждого лидера свое видение. Поэтому не жадничайте и пишите, как у вас это происходит. Мы пока не берем приоритетные задачи, мы берем с вами вот как-то больше, ну, вот, скрайнее пока, да, вот максимум недельку мы с вами берем. Смотрите, пока вы пишете, я вам расскажу, как это делаю я. Значит, да, вот ежедневничек есть. У меня отчет о проделанной работе за текущий день наступает где-то в районе часов 9-10 часов вечера. И вот с 9 до 10 часов вечера я открываю свой ежедневник, да, смотрю список дел, который у меня был прописан на текущий день, что у меня было сделано. Мне так приятно ставить галочку, то, что я выполнила ту или иную задачу на сегодняшний день, да, которая была передо мной поставлена. И смотрю, если вдруг, не дай бог, какая-то задача была мною сегодня не сделана, да, то есть как-то я ее пропустила, времени не хватило, еще что-то случилось, она у меня попадает в приоритетную задачу на следующий день. То есть проснувшись завтра утром, я точно буду знать то, что мне нужно сделать именно вот эту первую задачу, которую я должна была сделать вчера, а потом уже весь остальной список дел. То есть вначале каждый вечер я провожу именно аналитику своих действий за текущий день, да, то есть смотрю, что было выполнено, а что не было выполнено. Дальше открывается новый день, и я сижу и прописываю, что мне нужно сделать на завтра. То есть каждый вечер я планирую, что мне нужно сделать на следующий рабочий день. Все замечательно распланировала, все сделала, себя похвалила, не сделала, себя наругала и пошла спокойно спать. Утром просыпаешься, открываешь ежедневник, у тебя конкретный четкий план. То есть ты просыпаешься, и тебе не нужно хвататься. Так, что мне нужно сегодня сделать? Мне, наверное, нужно и то, и то, и то. Потом забыли в течение дня. Я не знаю, как у мужчины, я знаю, что у женщин в голове за одну минуту пролетает миллиард мыслей. Мы с вами можем за одну минуту подумать и про еду, и про одежду, и про детей, и про политическую вообще ситуацию в мире, и как курс доллара понизился, и о нашем бизнесе, и о наших соседях, и о многом-многом-многом остальном. И вот в потоке таких наших женских с вами мыслей, да, что у нас с вами круговорот идет в голове, мы реально с вами можем просто забыть все насущные дела, которые нам нужно сделать в течение сегодняшнего дня, если вы их не будете записывать. Поэтому, ребята, это нужно делать просто обязательно, чтобы вы реально, когда вы просыпаетесь с утра, вы открыли свой план и знали, что вам нужно сделать то-то, то-то и то-то. Если вы этого делать не будете, вот я вижу то, что признаются, да, есть у нас двоечники, которые не пишут. Ну, друзья, все приходит с опытом, все приходит с опытом, и я думаю то, что, ну, будете вы теперь это делать, потому что без этого просто-напросто никак, вы все будете забывать, вы будете действительно недоделывать дела, которые нужны вам на текущий день. Это очень важно. Вы знаете, у меня прям склад ежедневников. Я очень люблю, каждый год у меня новый ежедневник. Ну, вот как год заканчивается, да, я завожу новый блокнот на цели, у меня цели меняются один раз в год, как обнуление такое происходит, и каждый год я завожу новый ежедневник. У меня там ежедневников уже там, так вот, вот такая вот там пачка, я их не выкидываю, не выбрасываю, потому что мне очень интересно порой открыть свой бизнес ежедневник, там, 6 лет тому назад, да, 5 лет тому назад, и посмотреть, какие у меня были задачи, там, давно, в 5-летнем, 6-летней такой давности, что я тогда сама себе планировала, да, чем я тогда занималась. И вы знаете, очень часто бывает, поэтому для вас это тоже будет опыт, открыв так свой ежедневник, когда вы давно-давно-давно его ввели, посмотреть, чем вы тогда мыслили, какие у вас вообще были планы, да, какие вы перед собой ставили задачи и цели, и, возможно, вы что-то найдете очень интересное там, в том далеком каком-то году, то, чего вы сейчас не делаете. Поэтому, ребят, очень интересно действительно ввести эти ежедневники и хранить вот это ваш архив, это архив вашей работы, ни в коем случае его нельзя будет выбрасывать, да, и еще что-то с ним делать, это действительно ваш архив, и потом его порою хоть когда-нибудь, но пересматривать. Поэтому имейте в виду, тоже вам советую это сделать. Ну, я думаю, что вы понимаете, да, то, что без ежедневника нам никуда, и все те, кто у нас их еще не пишет, ребят, это вам просто-напросто домашнее задание и рекомендация, потому что я вижу, что вас здесь не так много, в основном у нас все-таки люди ведут свои бизнес-ежедневники, значит, это лишний раз доказывает то, что это, конечно, надо. Итак, переходим к практике с вами. Все, мы поняли. Планировать нужно. Хочу расти, значит, буду планировать свой результат. Все круто. Мы теперь разобрались, как это делать, какие нам нужны инструменты, инструменты самые простые. Теперь переходим к конкретике, да. Мы с вами хотим, что мы с вами хотим? Мы хотим стать директором. Ну, мы берем планку, начиная, ну, самую простую возьмем, для того, чтобы разобрать вам на простом языке, а вы уже будете ее переделывать лично под себя. Итак, смотрите. Мы хотим с вами стать директором, да, и, например, ставим себе реальный план. Вот как это правильно просчитать, чтобы завышенные планы себе не ставить. Значит, мы хотим на 17-й каталог, по итогу 17-го каталога, сделать вот именно 2018-го года товарооборот 3000 баллов. Сейчас мы с вами находимся на уровне 200 баллов. То есть, вот, вы, представьте, вы 6-ти процентник, который перед собой ставит цель. В 17-м каталоге я хочу сделать 3000 баллов. То есть, вам за этот промежуток времени, ну, возьмем с вами 10 каталогов, вам нужно сделать прирост 2800 баллов. Когда новичок сидит и думает, 2800 баллов за 10 каталогов, где же их взять? Ну, на самом деле, для новичка это большая цифра. Но когда мы начинаем с вами просчитывать, что у нас получается? Смотрите, 10 каталогов, 2800 баллов, значит, получается, нам нужно в каталог делать всего лишь прирост по 280 баллов каждый каталог. Согласитесь, когда ты видишь циферку 2800, и когда ты себе ставишь план 280 баллов, разница очень большая. 280 баллов реально, вполне реально новичку, конечно же, при помощи мотивации наставника, да, сделать такой прирост. Либо вам кажется, что это очень большой прирост для новичка за каталог 280 баллов. Как вы думаете, много или мало? Если для вас это нормально, вы можете оставлять себе такую систему. Если для вас это много, тогда вы себе ее делите пополам. То есть вы себе ставите тогда не за 10 каталогов вы это сделаете, вы себе ставите тогда за 20 каталогов прописываете. Но, ребят, это очень важно прописать на бумаге. Не просто прослушать здесь, не просто в голове прокрутить. У нас с вами столько мыслей, как я сказала, да, то, что они у нас улетят в неизвестность. Поэтому нам это очень важно прописать на бумаге. Если для вас это сложно, берем 20 каталогов, и тогда берем с вами 140 баллов прироста за каталог. Но я думаю, уже 140 баллов, это будет не сложно. Согласитесь. Если, Ольга, много, тогда берем с вами 20 каталогов, и прирост каждый каталог всего лишь 140 баллов. Ну, ребят, смотрите, вы сейчас совершаете ошибку, которая у нас была за вышины, да, план, а вы сейчас себе за нижний план ставите. Почему вы считаете, что 280 баллов это много? Это не много. Вы вначале, может быть, в первый каталог. Это будет много, потому что у консультанта как бы особо группы нет. Он только на 200 баллах находится. Но чем он будет выше находиться, да, то есть у него на следующий уже период будет объем, сколько у него будет объем, получается, 480 баллов, у него уже появится лидер. И он может точно так же смотивировать своего лидера, то, что ты делаешь прирост 140, да, и я делаю прирост 140. То есть когда мы с вами свою задачу начинаем вместе выполнять с командой, то 280 баллов, ребят, это очень легко делать. Ну, ладно, вы сами себе определяете свой предел, да, только не занижайте и не завышайте его. Это будет большая ошибка. Выбрали, что мы делаем с вами дальше. Теперь мы с вами составляем мини-план. То есть у нас с вами есть план четкий, то, что все, я хочу быть в 17-м каталоге. Да, Света, все правильно. То, что я хочу в 17-м каталоге быть директором. Все, это наш большой план, приоритетный план. Сейчас мы будем его разбивать на маленькие-маленькие планики такие. Вот, наш первый мини-план. Значит, нам нужно, да, прирост, как обычно, 280 баллов каталог. Где их взять? Здесь опять каждый из вас выбирает, ну, какой ему лучше будет вариант. Либо 10 человек мы с вами приглашаем за каталог по 28 баллов, либо 20 по 14, либо 40 по 7. Ребят, я всегда всех прошу, вот я знаю, что сейчас моя структура здесь тоже находится, да, и они подтвердят мои слова, то, что я всегда говорю одно. Ребят, работаем на качество, а не на количество. Если мы с вами выбираем, ну, давайте возьмем, сколько мы возьмем с вами, вернусь сейчас слайд, давайте возьмем, может быть, вообще я бы, конечно, взяла 10 человек по 28 баллов. Это самый идеальный вариант. И тогда у нас, получается, раз в три дня нам нужно проводить, будет одну регистрацию, раз в три дня находить одного человека. Сейчас у нас многие из вас вышли, на улицу, у нас многие работают по телефонным звонкам, у нас у многих отлично работает личный бренд, у нас есть с вами куча наших знакомых, которых мы точно так же можем повторно отрабатывать. И за три дня одного человека мы найти можем с вами с мягкостью. Вообще, по факту, вы его найти можете за час. Вот если вы этого сильно захотите, вы найдете новичка за один час. Вы возьмете просто телефонный список, да, по рекомендациям, прозвоните 10 человек, на это у вас уйдет 30 минут времени, по 3 минуты на каждого человека. И из 10 у вас один по-любому согласится. Это 100% согласится. А потом вот эти остальные два дня, которые у вас выделены на работу с одним человеком, потратьте больше не на рекрутинг, ни на что остальное, а потратьте на внимание, уделенное данной личности. То есть у вас получается, по факту, есть трое суток для того, чтобы найти человека и вывести его на заказ на 28 баллов. Если вы находите человека за 20 или за 30, за час времени, остальные все двое суток и там еще 23 часа, да, у вас есть для того, чтобы сделать так, чтобы этот человек вам сделал заказ на 28 баллов. Вот если у вас такое понимание будет в голове, ну да, вы, может, на 28 баллов его не выведете, вы его выведете как минимум на 15 баллов, на 10 баллов, тут уже будет зависеть исключительно от вас. Но, просто понимаете, у многих людей в голове как стоит? Ему нужно много-много-много-много-много-много регистраций. То есть многие люди стараются массово взять огромным количеством людей, естественно, то, что у них не хватает либо опыта, либо знаний, либо навыков, либо просто у них не хватает времени для того, чтобы этих людей качественно отработать. И что у нас тогда получается? У нас получается с вами перепись населения. То есть у нас огромное количество людей пришло, но эти люди не доработаны до конца, и, соответственно, получилось то, что вы пахали все время, вы вроде бы и не спали по ночам, вы привели за каталог 100 человек, а не 10, вы из этих 100 человек сделали заказы, может, 3 или 4, и то это ваши подружки там, потому что вы у них попросили, а все остальные недоинформированы были, вы недовыделяли времени, и, соответственно, получился такой результат. И что получилось? Мы с вами вложили все, а на выхлопе получили ничего. Я думаю, что вот такой бизнес никому из нас с вами не нужен, согласитесь. Поэтому, поэтому, ребят, я вам рекомендую, сейчас мы, наверное, про это поговорим, я вам, конечно, настоятельно рекомендую, да, вот выбрать такую себе систему, 10 человек по 28 баллов, и на одного человека выделять трое суток, что значит качественно отработать. Сейчас пойдем с вами дальше. Итак, теперь мы себе поставили, все, нам нужно 10 человек, да, с 28 баллов каждый будет делать. Теперь нам нужно составить мини-мини-мини план наших ежедневных действий, чтобы мы с вами точно знали, как нам нужно искать этих людей, и что нам дальше с ними делать. Ребят, прежде чем вы начнете работать по данной системе, да, вам, конечно, необходимо подготовиться. То есть не так просто с букты-барахты вы прям сели и начали сегодня рекрутировать, рекрутировать, потом все, что в голову вам пришло, вы начали на этого новичка сливать и сливать и сливать, а он потом закрылся от вас, потому что при избытке информации сказал, да, ну тебя, ничего от тебя не хочу и просто ушел из вашего бизнеса, да, то есть прежде чем вы начнете себе сейчас прописывать план, да, начинать вот это все делать, вам нужно, конечно, очень хорошо подготовиться. Каким образом? Самое первое, вы должны четко понимать, как вы будете искать людей. То есть вы должны понимать, где вы будете находить этих десятерых счастливчиков в каждый каталог. Я думаю, что методы рекрутинга вам называть не надо. Да, все вы их прекрасно знаете, но методов на самом деле очень большое количество, и каждая структура, каждый директор, каждая страна, даже есть такие особенности, она выбирает именно, как удобнее работать им. Ну, основные, это самые, ну, давайте я, наверное, назову самые такие перспективные методы, которые приносят очень быстрый результат. Да, это работа как раз-таки на улице, это работа с промостойкой. Вы сами себе выбираете тех людей, которых вы хотите в свою команду. Да, и если тем более работает несколько человек, то, соответственно, результат у вас будет намного лучше, намного ярче. Еще один хороший метод, это, естественно, ваши списки знакомых. Ребят, вы знаете, сталкиваюсь с тем, то, что, да и думаю, сейчас вы тоже об этом подумаете, вот вы сейчас, наверное, сидите и думаете, я уже своих знакомых там так перелопатила, у меня уже все знакомые знают то, что я занимаюсь, никто за мной не пойдет, никто ничего не хочет. Вы знаете, мы сейчас списки знакомых с командой отрабатываем немножечко иначе. Мы отрабатываем не по телефону и звонкам, мы отрабатываем списки знакомых через социальные сети с теми людьми, которых мы вообще когда-либо встречались хотя бы один раз в жизни, либо когда-то с ними, ну, вообще, может, общались с этими людьми, может, в школе вместе учились, может, в колледже, может, в детской песочнице вместе с детьми сидели, может, там, в поликлинике познакомились. То есть, берется ваша социальная сеть, в которой у вас ваши друзья, то есть, не сетевики друзья, а друзья из вашей жизни. Ведь у нас-то была жизнь до сетевого бизнеса, да, хоть какая-то она была. И мы с вами просто с этими людьми начинаем заново налаживать контакт. То есть, мы начинаем с ними списываться, мы начинаем с ними разговаривать о жизни, о семье, что изменилось у тебя, где ты работаешь, как там, замужем, не замужем, дети, без детей. То есть, мы начинаем с ними просто налаживать контакт, а потом мы начинаем их приглашать туда, чем занимаемся мы с течением времени. Да, это не быстрый метод. Этот метод, конечно, он немножечко продолжительный, но он безумно приятный и он очень результативный, очень результативный. Да, действительно, нам кажется с вами, что мы отработали всех, но если вы посидите и копнете, вот действительно, копнете, даже через свои социальные сети или через свои телефонные книги. Ребят, вспомните, раньше у нас, когда с вами был черно-белый телефон, даже я еще помню, когда у нас телефоны вот именно заходили только на рынок, самый там первый телефон был Нокио, такой черно-беленький, да, там еще такие игры были примитивные, и это было у самых таких богатых деток, у кого родители были не такие богатые, телефонов не было. Мы тогда с вами где вели записные книжки? Мы с вами вели все в блокнотах. Помните, было такое дело? Сейчас я знаю, что никто эти уже ежедневники почти не ведет, там блокноты с телефонной, телефонную книгу, правильно назвать ее. У нас уже все есть в телефоне, но раньше мы с вами все через телефонные книги, мы записывали телефончики, номерочки и все остальное. И у многих, у многих эти телефонные книги до сих пор остались. Если вы дома подкопаете, может быть, не у вас, может быть, у ваших родителей, да, или у ваших даже, ну, не знаю, может, там, каких-то знакомых, или там бабушек, у кого угодно, но такие телефонные книги, как правило, их очень сильно хранили, их никогда не выбрасывали, и действительно имеет место быть, то, что они лежат где-то в коморочке и по сей день. А, как правило, номера телефонов вот домашние, да, то есть домашний стационарный номер телефона, он редко меняется. Поэтому вот вам еще один вариант. Ну, и самый лучший еще, конечно, вариант, это метод телефонных звонков. Все вы прекрасно его знаете. Как я вам уже сказала, да, средняя статистика, то, что из 10 прозвоненных людей, неважно, знакомых вам, незнакомых вам, вы можете спокойно найти одного человека, который готов будет зарегистрироваться к вам. То есть вот вам три основных, самых продуктивных, самых быстрых и самых легких. Я знаю, конечно, методы, которые приносят тоже большое количество регистрации, но они и такие простые. Вот, нужно очень много всего для того, чтобы организовать всю систему, чтобы этот поток регистрации уже был у вас налажен. Но даже такими примитивными способами, простыми, на самом деле, вы можете выбить себе одну регистрацию в день слегка. Вот слегка. Все, вы себе выбрали, да, то, что вы хотите себе три, например, метода. Вот выбрали эти три метода рекрутинга. Что мы делаем дальше с вами? Мы прописываем, так, понедельник. Как я рекрутирую в понедельник? В понедельник я иду на промостойку. Во вторник я общаюсь со списком знакомых. В среду я выкладываю там, например, по личному бренду, я еще развиваю личный бренд в социальных сетях, в своих страничках, посты пишу. В четверг я занимаюсь телефонными звонками. То есть каждый день вы четко должны вкладывать в рекрутинг, даже если у вас уже есть эта регистрация. Но, ребят, рекрутировать тоже здесь надо знать меру. Потому что, как я вам сказала, да, многие как делают? Они рекрутируют с утра до вечера. Да, у них идет огромный поток регистрации, а толку с них, если ты, кроме как рекрутинга, больше ничего не делаешь. Ты не отрабатываешь этих людей, и это просто пустые получаются регистрации. Поэтому на рекрутинг у вас уходить должно. Но вы сами определяете, сколько времени, столько, сколько вы можете выделить. Час, значит, час. Полтора, значит, круто. Два, значит, вообще просто супер. Как минимум, два часа в день. Это моя рекомендация, конечно, посвящать именно поиску новых ваших бизнес-партнеров. Дальше. Отлично. Мы с вами вроде осознали и поняли, как мы будем этих людей находить. Что дальше с ними делать? Вот этот вопрос, наверное, вас интересует больше всего. Как правильно работать с этим человеком для того, чтобы его вывести на этот заказ? Вот у меня вопрос вообще к вам такой. Давайте без моей структуры, моя структура будет молчать, потому что я буду говорить то, что вы делаете вы, чтобы у нас не было повторений. Для всех остальных, как вы коммуницируете, как вы дальше работаете с теми людьми, которые пришли к вам? Вот давайте возьмем с вами потребителей. Мы не будем брать бизнес-партнеров. Я понимаю, что наша с вами система сопровождения бизнес-партнера, консультанта и потребителя, она должна очень сильно друг от друга отличаться. Очень сильно должна друг от друга отличаться. Поэтому мы с вами возьмем нишу, прям самую простую, это наши потребители, которых, как ни крути, в наших структурах процентов 80, то и 90. И, соответственно, мы с вами не просто должны их подписать, мы должны их как-то сопровождать для того, чтобы они у нас с вами были в рабочем, в тонусе, чтобы они у нас и продукт любили, и покупали его, и в этом были заинтересованы. Не вижу прям, что вы делитесь опытом. Ребят, вы вот здесь, я знаю, находится огромное количество, даже не лидеров, а здесь у нас находится огромное количество директоров из разных стран. Поэтому, я думаю, каждому будет полезно и приятно, что мы будем все дружно делиться опытом, информированием в акциях о новых каталогах, каким образом вы их информируете, через что вы их информируете, как часто вы их информируете. Давайте не одним словом, не фразой, а чуть-чуть хотя бы подробнее. Я думаю, что все остальные участники будут вам безумно благодарны. Да, я вам, вы пишите, а я буду продолжать, чтобы время наше сами не тратить. Я вам уже рассказывала, когда у нас были непридуманные истории, я вам рассказывала, конечно, классную систему про продуктовые чаты, и мне очень приятно, что многие, очень многие люди, и лидеры, и директора стали через продуктовые чаты именно коммуницировать со своими потребителями. Мы тоже, конечно, создаем продуктовые чаты, различные продуктовые чаты. То есть есть один продуктовый чат, где находятся просто потребители, и вспомните, кто помнит, кто был на этом вебинаре, или, может быть, кто из вас уже это воплотил в жизнь, когда у нас я рассказывала про пять чатов. Помните? Не помните? Один чат у нас с вами идет уходовая косметика, второй чат у нас идет декоративная косметика, третий чат идет косметика для дома, потом следующий чат пятый парфюм, четвертый, вернее, парфюм, и пятый идет у нас про одежду. Вот таких пять продуктовых чатов мы с вами создаем. На каждый чат у нас должно быть два ответственных лидера, толковых лидера, которые будут эти чаты вести, и мы своих новичков из нашей команды просто-напросто прогоняем по каждому из этих чатов, добавляем людей туда на неделю. И получается какая картина? То, что мы с вами собрали группу людей, допустим, их 20-30 человек. Вот, Оля работает так. Ну вот расскажи, Оля, получается ли, может быть, с чем-то сталкиваетесь, есть ли результат? Вот, вот, очень важно это понять, потому что в нашей структуре результат колоссальный, вот просто отличный. Тоже у нас далеко не все это стали делать, потому что это непросто, это реально непросто. Ну а те веточки, которые стали это делать, которые запустили вот такие продуктовые пять чатов, они очень хорошо подтянули свой товароборот, просто очень хорошо его подтянули. Смотрите, пока пишет Оля, буду рассказывать, значит, мы берем с вами группу новичков, советую не больше 20, потому что будет больше 20, тогда будет очень сложно дежурным этим лидерам, которые находятся в чате, с ними уже вести правильный диалог и коммуницировать, это будет слишком много людей, с ними будет тяжело работать. Мы с вами, значит, взяли группу 20 новичков и их определяем в первый чат. Первый чат у нас с вами уходовая косметика, то есть идет все полностью по уходу за лицом. И вот эти два человека, которые там уже сидят в этом чате, они профессионалы в этом деле, то есть они нашли кучу разной информации, видеороликов, подготовили кучу различных картинок, все, что связано с разными типами кожи, как правильно ухаживать и все остальное. Мы добавили туда новичков на одну неделю и говорим им, что вы сейчас попали, в профессиональный продуктовый чат по уходу за вашим лицом. И у нас есть два профессионала, которые каждому из вас помогут подобрать уходовую косметику, которая необходима именно вам. И в течение этой недели эти девочки, они начинают отрабатывать всех вот этих людей, которых мы туда добавили. То есть они уточняют, какой тип кожи у кого, у кого какие проблемы, какой возраст, какие морщинки, у кого сухость, у кого там еще что-то, у кого-то раздражение, у кого-то шелушение. И каждому из этих 20 человек в течение недели они подбирают уходовую косметику. Они неделю там отсидели, замечательно. Мы берем эту группу людей или мы меняем чат. И теперь этот чат у нас будет, чтобы людей не перекидывать с одного чата в другой. Мы лучше поменяем с вами название чата и спикеров. Теперь в этом чате у нас будет неделя по декоративной косметике. И теперь другие два лидера отрабатывают этих же 20 новичков полностью все под декоративки. Вы знаете, вначале сталкивались с проблемой то, что многие говорят, я не крашусь, вообще не крашусь, ничем мне декоративная косметика вообще не нужна. Но мы нашли другой подход. Все-таки, как ни крути, но женщина хочет всегда оставаться женщиной. И не важно, находится она в доме, в декоративном отпуске, сидит с ребенком, вообще никуда не выходит. В любом случае мы всегда должны с вами замечательно выглядеть. И даже если ты не пользуешься декоративной косметикой, ну как ни крути, тональный крем, то есть базовая какая-то серия у тебя должна быть, тушь для ресниц, румяна и блеск для лук. Вот как ни крути, ты вообще не пользуешься, но чтобы поддержать себя для себя, любимой, для своего супруга, для ребенка, ну чтобы мама была красивая. Это базовая серия, которая, вернее линейка, которая должна находиться у каждой девочки в косметичке. Как я сказала, румяна, тональный крем, ну желательно, конечно, еще и пудра, тушь для ресниц и блеск. 4-5 продуктов в любом случае. То есть там опять целую неделю с ними уже работают девочки, которые у нас ответственны по декоративной косметике. В это время, это у нас вторая неделя была, услышите меня, в это время у нас в первую группу к тем людям, которые у нас занимаются уходовой косметикой, мы запускаем новых 20 там или 10 или 15 новичков. И получается у нас с вами, то что первая группа уже пошла по цепочке, да, а вторая группа только вот попала в первый чат. Отлично, прошла у нас с вами вторая неделя. То есть получается на второй неделе у нас новая группа зашла в уходовый и вторая у нас уже закончила декоративку. Тогда мы с вами вот эту вторую группу переводим на парфюмы, первую группу переводим на декоративку на вторую группу и опять в первую уже набираем новых наших новичков. И вот таким образом у нас с вами идет колесо, круговорот, да, то есть наши получается новички проходят 5 недель интенсивной работы, с ними работают профессионалы. Вот именно лидеры, там директора, консультанты, которые являются уже специалистами в этой области на протяжении одной недельки. И так вот наши консультанты-новички пятерочку прошли, да, 5 недель, получили всю информацию по каждой линейке ассортимента, которая у нас с вами есть, ну, хотя бы основной. И тогда мы их запускаем в один общий чат, где дальше просто с ними дальше делимся. Отзывы, обсуждаем, делаем какие-то дополнительные акции, подарки, новости, распродажи и все-все-все остальное. То есть у вас обязательно должно быть где-то какое-то место, где вы будете своих новичков собирать. Не важно, в каком мессенджере. Я вижу, там девочки писали сверху то, что вконтакте делаете, да, в одноклассниках делаете. Кому как угодно, тот так и делает. У нас в Беларуси больше процветает вайбер. Вот, поэтому мы собираем всех наших новичков в вайбере. И уже через вайбер мы с ними очень сильно коммуницируем. Ну и, ребята, вы знаете, конечно же, очень сильно нам с вами помогает, да, в работе с нашими новичками. Это не только чат, но и помогает наши с вами какие-то картинки в помощь для наших вот именно новичков, чтобы они смогли сделать заказ. Смотрите, у нас с вами сейчас каталог, страшно открыть. У нас с вами сейчас только страниц. И вот поставьте себя на место вашего новичка. Вы пришли в компанию, вам говорят, надо заказ сделать, вот надо кровь из носа сделать заказ. Вы открываете каталог, там почти 400 страниц. Все для вас непонятное, все для вас неизвестное. Вы еще не знаете ни о кремах, ни вообще ни о чем не знаете, да, а вам надо сделать хотя бы на минималку заказ. Сложно вам будет? Или будет легко? Вот прям вот открыла, да, тут такие картинки яркие, вот я сразу по картинкам выберу, либо для новичка это реально сложно с таким громадным ассортиментом выбрать то, что ему надо. Еще он, мы же его сразу на заказ выводим, да, то есть он еще у нас не знает про продукты, он у нас еще не был в этих чатах, чтобы ему уже быть профессионалом в этой области. конечно, очень сильно теряется в ассортименте, но здесь на помощь приходите вы. И что вы делаете? А вот я бы вам посоветовала, ребят, знаете, что делать? Делать различные списки рекомендуемого вами товара для вашего новичка. Вы хотите эти списки, делайте на чем хотите. Хотите в виде картинок, хотите в виде документов на гугл диске, хотите в виде слайдов, презентации, что угодно, но только не в виде текста. В виде текста это будет царяться, это будет, и вам будет постоянно нужно писать, писать, а так вы заготовку сделали готовую, да, у вас новичок пришел, а вы новичку предлагаете. Так, смотри, не знаешь, что заказать? Вот тебе набор на минимальный или лучше на первый шаг, косметики для дома, вот тебе набор для тебя любимой, то есть все только для тебя, и вот тебе, например, третий набор все для твоей семьи, потому что каждому из нас приходит разная целевая аудитория, приходят люди, которые очень любят дом, чистоту, да, им не важно, что будет у нее на голове, ей не важно, чем она будет краситься и мыться, ей главное, чтобы была чистота в доме, значит, мы этому человеку что предложим? Мы предлагаем именно вариант с косметикой для дома, вот тебе сразу очень крутой наш порошок, очень крутое средство для мытья посуды, крутое средство для мытья печей наших, да, вот то есть средство, например, еще что мы там добавляем для кухни, мыло наше вообще обалденное, вот, 4-5 продуктов, этих продуктов хватает человеку на первый шаг, это все слепили в одно место и человеку дали информацию, чтобы он не искал, не рыскал, вот тебе готово, когда человек теряется. хорошо, приходит к нам с вами красивая девушка, которая любит себя, которая любит за собой смотреть, прекрасно выглядеть, что мы ей советуем? Мы для нее уже советуем то, что ей надо, да, и все это то же самое мы отдельно куда-то сложили, чтобы сразу готовый материал был ей дать. Если приходит у нас с вами мамочка, да, у которой есть ребенок, у которой есть муж, конечно, нужно мужа не обидеть, поэтому мы с вами делаем например третий вариант, где есть чуть-чуть для ребенка, чуть-чуть для мамы и чуть-чуть для мужа. Все, а лучше таких вариантов, чтобы у вас было штук 10, да, чтобы у вас, маме у нас такая целевая аудитория с вами попадется, что вот мы не угадаем там тремя-четырьмя вариантами, лучше вот взять и действительно вариантов 10 сделать и вот человек сидит действительно не знает, что ему выбрать на минимальный заказ, а вы ему эти все варианты хоп, и ты смотри, выбирай сама, что какой тебе и уже будет набор больше подходить. Это очень хорошо работает. Кто так не делает, вот вы просто попробуйте это сделать и вы увидите, то что ваши новички на 30% будут больше делать заказы. Я не говорю на 100, на 100, конечно, это в идеале, да, это вы можете сказать, что это сказка. Бирайте, такая сказка сбывается, но на 30% больше они заказов делать будут 100%. Что мы делаем с вами дальше с этими новичками? Ну, понятно, в чате, да, вот у вас тоже идет с ними общение, бесконечно, вот мы им уже картинки какие-то или слайды подготовили, или на гугл-диске документы мы для них подготовили, чтобы уже у них была какая-то задумка. Естественно, нам нужно с ними каждый каталог держать связь, ни в коем случае их не терять. Вы знаете, друзья, вот честно вам скажу, то, что это очень хромает у многих, потому что вот мы работаем в интернет, да, и мы очень много находим потеряшек, мы их так нежно называем. Кто такие потеряшки? Это те люди, которые повторно дают данные на регистрацию. Мы, конечно же, пробиваем по базе данных человека, мы видим то, что он имеет номер, спрашиваем у него, ну, ты ж имеешь номер, у тебя ж есть наставник, как так-то? А вот я потеряла, со мной никто не связывается, вот я не знаю, а что делать. Мы даем контактные данные, все вы знаете, как это смотреть можно, вышестоящего наставника, номер телефона, электронную почту и отправляем этого новичка к его вышестоящему наставнику. Но таких потеряшек очень много. Вот, когда в интернете ты работаешь, да, таких людей, ну, практически каждый день мы находим по два, по три таких вот именно человечка-потеряшек, которые просто потеряли своих вышестоящих наставников, непонятно по какой причине. И, ну, вот это вот говорит о том, то, что вот эта вот связь, да, коммуникация с этими новичками у многих чуть-чуть, может быть, может быть и не чуть-чуть, она потеряна. Смотрите, когда у вас нет продуктовых чатов, как вы можете охватить тысячу человек? Вот у вас, например, команда потребителей тысяча человек. Это немного и это еще немного. Мы же не можем, когда у нас сами новость выпускается, распродажа сейчас на сайте. У меня сегодня сами деньги компания отдала, да, для оплаты заказов там начислили очень хорошую сумму денег. И вот как? Мы же не будем с вами тысячи человек, каждому звонить на телефон или рассылку делать, или какое-то сообщение писать, вот, для того, чтобы донести до него эту информацию. Не, вообще вот такую акцию мы будем это делать. Но если поменьше какая-то такая акция либо информация, то вполне достаточно несколько раз бросить эту информацию в продуктовый чат, и эти люди ее получат. Поэтому их собирать в любом случае надо. И один раз в три каталога, вот, в три каталога, запомните, мы делаем облаву для наших новичков. Что значит облава для наших новичков? Это массовый прозвон. Прямо берется распечатка, распечатка делится на лидеров, да, в этой веточке. Каждый лидер получает определенное количество человек, которых ему нужно прозвонить, и начинается массовый, действительно, телефонный разговор, прозвон с каждым из потребителей. Нам абсолютно не важно, этот потребитель активный, неактивный, он желтенький, красненький, есть на нем акция, нет на нем акции, не важно абсолютно. Каждому новичку у нас есть определенный текст. Ну, то есть мы продумываем, да, разные тексты для каждой целевой аудитории, каждого новичка. То есть, например, мы берем с вами консультантов, которые делают заказы, они молодцы, казалось бы, зачем их трогать, они же так заказы делают. Нет, все равно, мы к ним продумали определенный текст и начинаем прозванивать их и говорить тот текст, который у нас есть в шаблоне. Хорошо, потом берем следующую категорию консультантов, которые не делают заказы, они неактивные. Естественно, для них тоже взяли структуру, сели с лидерами своими, прописали шаблоны, текст, потом берем с вами желтеньких, потом берем с вами красненьких и вот так вот каждую категорию консультантов прозванивать раз в три каталога. Приведу статистику, если прозванивать таким, ну не таким образом, у нас вот, знаете, было так, раз в квартал у нас больше прозвон идет, раз в три каталога редко кто звонит, больше звонят раз в квартал. Вот как налоги мы оплатим и сразу начинаем прозванивать наших потребителей, то за этот момент увеличивается товарооборот структуры на процентов 20, вот именно за момент прозвона, потому что действительно очень часто наши новички, даже если мы хорошие наставники, у нас есть и чаты, у нас с вами есть и коммуникация, и мы рассылки шлем этим новичкам на электронную почту, и вроде бы общаемся с ними индивидуально, вот все равно эти новички теряются. Вот как ты, что ты с ними не делай, но они все равно могут теряться, конечно не все, но определенный процент из них теряется, поэтому чтобы таких потерь не было, очень хорошее средство коммуникации это прозвон, и когда вы будете этим работать, ребята, вот когда вы будете это делать, вы сами увидите то, что у вас будет процент тех людей, которые скажут, а я потеряла свой регистрационный номер, а я не знаю как зайти в личный кабинет, вы не поверите, один раз в каталог человека трясешь, он говорит такое, то есть мы в прошлом каталоге с ним восстановили, да, пароль и номер, в текущем каталоге почему нет заказа, она говорит опять, а я потеряла номер и пароль, и мне было неудобно к вам обращаться, вот и все. То есть если вам кажется, да, то что таких людей у вас нет, вы сомневаетесь, вы ошибаетесь, копните и они у вас будут. Все, вы составили себе маленький мини-мини план, да, ежедневных действий, но вот как я сказала вам, ребят, вы должны сперва подготовиться, то есть создать себе и чаты, и картинки, прописать дежурство, может быть запустить вот эту вот череду чатов, там где пять штук у вас будет и ответственные лидеры, да, вы прописали себе методы рекрутинга, то есть у вас все готово, все, у вас вот прям все расписано, на бумажках лежит, теперь осталось вам это все соединить воедино, чтобы у вас вот этот вот механизм сложился, чтобы это колесо запустилось, и естественно это все разбит на каждодневные действия. Все, вы начинаете прописывать, так, завтра запускаем продуктовый чат, так и пишите у себя в ежедневнике, запуск продуктового чата, пишем дежурный по продуктовому чату на завтра Наташа, Маша, Саша, то есть чтобы не забыть, кто у нас дежурный, кто ответственный, кто будет с этими людьми работать завтра, вы это все себе прописали, пишите рекрутинг полтора часа в день, в скобочках, что вы будете делать, то есть прозвон, например, 20 человек, промостойка там полчаса или час времени, то есть вы каждый день свой разбиваете на вот эти действия, которые вам необходимо делать. Если вы этого не сделаете, и вот так вот просто общей кашей в голове, которая у вас сейчас наверняка есть, потому что я смотрю, что вы молчите, как вообще, о чем я сейчас говорю, я не говорю сейчас о своей структуре, потому что девочки это и так делают, а для всех остальных, вам это вообще, ну, понимаете, о чем речь? Или прям вот есть моменты, которые будут непонятны для вас? Все понятно и интересно, хорошо, идем дальше, ой, потерялась моя стрелочка, каша в голове есть, каша в голове она в любом случае есть, почему? Потому что, возможно, информация для вас новая, да, возможно, информация новая, самое главное ее переварить, положить на бумагу, потому что если на бумагу вы не положите и будете все держать в голове, так она у вас и не переварится, так она у вас в виде каши останется, и потом уже ее разбить, разбить на вот эти вот большой план, мини-план, мини-мини-план, и потом, может быть, еще у вас будет мини-мини-мини-много-много планчиков разненьких. Так, а я свой чат делаю Или к наставнику Светлана, на каком вы уровне находитесь Здесь уже понимаете, каждый принимает Решение сам для себя Если вы директор Естественно, вам проще это сделать на всю свою структуру Если вы драгоценный Ну, я не знаю Хотя бы серебряный директор Старший директор То есть у вас уже есть вот такие Мощные директорские ветки Вы можете отдельно сделать на себя Отдельно сделать на второго своего суперлидера Если вы находитесь на 12-15% И у вас есть с кем можно это сделать Вы можете с этим человеком сделать Минуты поднимаемся выше К самому вышестоящему наставнику Рассказываем ему эту идею И если он вас поддерживает Делайте вместе с ним То есть тут уже все индивидуально Ну и здесь, как я вам сказала Уже вам наговорила вперед По поводу Пример текста Созвона Тут, Наталья, все зависит от той целевой аудитории Которая вы звоните Понятно, что желтым мы будем рассказывать Про акцию Красным мы будем рассказывать То, что SOS Номер удалится Скидки у тебя больше не будет Как это так? Как ты будешь жить вообще без этой скидки? То есть вот на этом мы делаем акцент с вами Все, Светлана, понятно Дальше Если мы с вами отрабатываем неактивных Тоже понятно, что с этими неактивными делать То есть мы у них уточняем Вспомните, я вам сказала Многие теряют номера и пароли То есть мы у них уточняем Вы не потеряли свой номер и пароль Для входа в кабинет? Ну как-то же что-то с вами происходит Почему-то вы туда-то не заходите И не делаете заказы Вы вообще видели каталог, который у нас с вами сейчас идет Какое-какое количество И всегда мы делаем акцент на новинки Внимание, которые есть в наличии Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю Вот, мы делаем акцент на новиночки И, соответственно, выводим человека на просмотр каталога Если человек активный Что мы с ними дальше делаем? Естественно, активным нашим потребителям мы предлагаем бизнес Мы предлагаем бизнес-предложения делаем Вот, набрасываем информацию И уже активных наших потребителей Из них делаем своих будущих бизнес-партнеров Вот, это я вам вкратце накидала тексты Итак, значит, смотрите Берем с вами рекрутинг наш Разбиваем на неделю А там уже вы сами себе его разобьете на каждый день Два-три раза в неделю методы офлайн Что такие методы офлайн? Это работа на нашей любимой матушке земле То есть, это наши с вами соцопросы Это наша работа с промостойкой Сейчас у нас классная погода Прекрасная пора года вот-вот наступает Поэтому сейчас, я вам честно скажу Вообще вот просто не тая Все даже интернетчики Они выходят летом на землю Все абсолютно Потому что, ну, на самом деле Работа на земле вот в такой период Она приносит очень хороший результат Очень быстрый результат Реально за час работы Можно 5-6 человек зарегистрировать Вот, реально Поэтому, знаете, действительно проще Выйти на улицу, отработать час один Вот, и оформить 5 человек Чем сидеть в интернете часа 4 Для того, чтобы этих 5 новичков тоже там найти Поэтому тут уже каждый для себя сам выбирает Дальше, 3 раза в неделю, как минимум, онлайн Да, наш теплый круг Я вам рассказала, как это делать уже Рекомендации, телефонные звонки Ну, и моя рекомендация, конечно, не меньше 2 часов в день Выделять рекрутингу Ну, а каждый из вас уже будет сам определять Сколько времени ему на это необходимо Теперь по сопровождению Это вас очень интересует, я знаю Потому что, вот, когда в личку сыпятся вопросы То всегда, вот, вы и спрашиваете в основном, да Как же правильно вот этих людей выводить на заказы, да Как правильно с ними там их сопровождать И что дальше с ними делать Помимо, помимо всего того, что я вам сейчас уже сказала Про продуктовые чаты Про облаву структуры, да Про вот эти вот, может быть, какие-то документы, картинки Или еще что-то другое Вы должны четко продумать Как вы будете вашему новичку преподносить информацию И какую вы информацию ему будете давать То есть, что вы должны с вами дать новичку сперва Вот только он у нас с вами зарегистрировался Это вопрос к вам Что вы даете новичку сперва Что вы даете ему потом То есть, потом, может быть, через каталог Или через неделю Или через полторы недели Ну, а дальше мы с вами сейчас будем проговаривать Дальше Что вы даете с вами сперва Каталог мы даем Как сделать заказ Как выбрать пункт выдачи продукции Как подтвердить свой регистрационный номер Все-все-все-все-все акции Не только стартовую программу Первый шаг, да Всю стартовую программу Накопительную программу На всякий случай быстрый старт Тоже, ну, на всякий случай, мало ли Может быть, он все-таки захочет Как увидит, сколько он денег может получить И он из потребителя быстренько в бизнес-партнера перейдет Да, то есть, вот это все мы должны четко прописать Вы должны себе прописать Что вы должны давать своему новичку в первую очередь Но при этом не Много слишком информации не давайте Потому что новичок растеряется До него это будет слишком много Он испугается и скажет Да ну его, ничего не хочу Ни акций, ни подарков Вообще ничего не понимаю И уже мне ничего не надо Ни скидка ваша, ни бонусная карта И вообще отстаньте от меня То есть, вы должны прописать Информацию пошагово, постепенно Например, в первый день после регистрации Вы даете такую-то информацию Во второй день после регистрации Вы даете чуть-чуть еще другой информации В третий день еще информации То есть, не скинули на него 40 видеороликов И ты там сиди, разбирайся А по три, может быть, четыре видео Да, в каких-то документах Либо в каких-то чатах Если вы их там собираете и информируете То есть, вы четко должны знать Что вы будете им давать А не так, что вам в голову придет Хорошо, мы с этим разобрались Что давать потом, через неделю, через полторы Вы знаете, ребята, обычно через неделю, через полторы Нужно давать все практически то же самое Что вы давали сперва Но в упрощенном виде Потому что в любом, ну не в любом случае Но процентов 70 из наших новичков Все то, что вы даете сперва, они не понимают Они не понимают, как сделать заказ Они не понимают, как его оплатить Они не понимают акции Вот накопительную программу Много кто не понимает Поэтому через неделю, через полторы Я вам советую повторно связаться с этим же новичком И задать ему просто-напросто вопросы По каждому из ваших пунктиков Которые вы ему давали То есть, например, у вас было первоначально Пять важных документов Или пять важных видеороликов Или пять важных текстов Да, и вот у нас первый, например, текст был Как сделать, оформить заказ, выбрать пункт выдачи Он должен был это изучить Значит, вы через неделю ему задаете вопрос Там, уважаемая Анна Какой пункт выдачи продукции вы для себя выбрали? Ну, то есть, который ближе находится для вас По ответу ее вы поймете Она вообще смотрела видеоролик И она поняла то, что там было Или читала тот документ, который вы ей дали Либо она не поняла, его не прочитала И вообще это не открывала По ее ответу вы поймете Например, во втором пункте у вас было Первый шаг стартовой программы И вся стартовая программа Вы через неделю задаете вопрос Анна, там, или Маша, да По первому шагу стартовой программы Какой бы вы подарок хотели получить? У нас сейчас с вами компания балует, как только может Да, нам с вами дается сейчас постоянно два подарка на выбор И вы у нее спрашиваете Какой бы вы подарок хотели получить? Первый или второй? Не называйте их Если вы их назовете То есть косметика для дома Или набор Азиаспа Вы уже ей подсказку сделали, да? Поэтому не называйте Вы говорите, первый или второй? Если человек смотрел Она вам тогда скажет, какой Или первый, или второй Сейчас дойдем, да, если молчит Ну и вот так вот, да? То есть понимаете, чтобы Нужно задать ей такие вопросы Чтобы проверить, действительно смотрела ли она то Что вы там вот ей давали Либо все-таки она это не смотрела и не понимает ничего Но, ребят, если молчит, тогда обычно мы звоним Если новичок молчит, оформился Молчит, тогда начинаем выходить с ним на связь через телефон и звонок А не только через социальные сети Там или через вайбер, или еще через что-нибудь Ну и выяснять, мало ли разное бывает в жизни Бывает просто нет возможности ответить Бывает человек не знает, что ответить И ей стыдно Бывают еще какие-то моменты Но в любом случае вы, конечно, должны понимать То, что системное сопровождение Которое будет давать При большой структуре Сто процентов Вот прям, что у вас сто процентов Все потребители будут делать заказ Я не говорю сейчас про структуру 10 человек Я даже не говорю про структуру 50 человек Я говорю про структуру как минимум От, ну, хотя бы 150-200 человек Такого нет Ну, нет такого Поэтому вы должны быть готовы к тому Как бы вы ни старались Что бы вы для них ни делали Как бы вы душу в них ни вкладывали Но все равно у вас сто процентов Из ваших новичков Они не будут делать заказы И это нормально Статистика ваших структур Вот тоже очень интересный мне показатель Да Когда у нас заканчивается каталог Да, мы открываем с вами распечатку Мы видим процент активности наших структур Старайтесь выводить ее, этот процент активности До 50 процентов Вот если у вас будет процент активности 50 процентов Это будет круто Вот это будет круто У кого еще будет больше Значит вы бог Система сопровождения с вашими новичками Если у вас меньше 30 процентов Это плохо Это значит у вас недоработана система сопровождения Ваших новичков И многие люди у вас остаются просто Недоинформированы То есть вам нужно срочно останавливаться И вам нужно срочно именно доделывать систему сопровождения Чтобы вы работали на качество А не на количество Это очень важно Хорошо, продумали что потом Куда добавлять Мы уже сами поняли Да, то что нам обязательно нужно где-то их собирать Для того, чтобы их там потом держать Информировать, мотивировать и все остальное Что мы делаем с ними через каталог Через два, через три Помним то, что обязательно нужно делать Облаву для структуры То есть полностью массовый прозвон Ваших всех новичков Вместе с командой Хотите прозванивайте Хотите в одиночку Как вам угодно Что мы им через каталог даем Если у вас человек так и не сделал заказ В текущем каталоге То же самое Компания нас с вами Ну настолько балует Что просто вот Вот просто я не знаю как Да У нас новичок может в течение трех каталогов Стать на стартовую программу То есть у нас Если он сейчас не сделал заказ Значит мы с ним связываемся В следующем каталоге И рассказываем ему новый его подарок То есть новую стартовую программу Первый шаг Который сейчас он может получить Естественно Мы с вами подготавливаем документы Инструменты Для того, чтобы они у нас с вами были Ну а здесь уже вы выбираете ребята сами Как вы будете эту информацию до них доносить Конечно Очень желательно Чтобы у вас были видеоролики Но видеоролики не чужие А видеоролики свои личные Вашей команды В нашей структуре У нас У нас все в видеороликах Любой вопрос У нас на любой На любой вопрос есть видеоролик Либо в моем исполнении Либо в исполнении Кого-то из наших лидеров Либо директоров Поэтому вы как лидер своей структуры уже То есть как директор своей структуры Вы тоже можете создать свой какой-то лидерский состав И вот со своими лидерами распределить обязанности То есть сделать видеоролик о стартовой О накопительной О вип-программе О быстром старте Как сделать заказ Как выбрать пункт выдачи продукции Как оплатить заказ И много-много другое То есть в идеале у вас это должно быть ваше Авторское Чтобы действительно человек Когда он смотрит Он понимает Ага Меня пригласила Маша Иванова Какая она молодец Она сама это делает Это ее видеоролики Это ее документы Это она делает все сама А не когда меня пригласила Маша Иванова А скидывает мне видеоролик Наташи Петровой Вообще с параллельной структурой человека Ну то есть вы сами понимаете Что это Да он будет работать Человек будет смотреть Но когда вот как бы он это увидит Да Ну не весьма это будет красиво Не можете писать видеоролики Делайте картинки Делайте слайдовые презентации Делайте ПДФ ПДФки Делайте все что угодно То есть Но вот эту информацию Вы должны заранее подготовить Для своих новичков Как вы их будете им давать Это уже ваше дело Но она должна быть у вас От вас То есть ваше авторское Вашей структуры Не чужой Не с чужим логотипом А именно ваше Ну и конечно дополнительные розыгрыши Тут уже на ваше усмотрение Я вам тоже наверное в прошлый раз Приводила пример То что я лично от себя Да вы прекрасно знаете Да интернет пестрит везде То что многие лидеры От себя лично делают Большое количество розыгрышей Для своей структуры В поддержку Вы можете делать и на личный объем Вы можете делать и на рекрутинг На все что угодно У меня каждый каталог Идет стабильная акция На 25 баллов личного объема И на 50 баллов личного объема По всей моей первой линии То есть у меня есть группы Куда мои новички И лидеры делают личный объем 25-50 баллов Они забрасывают туда чеки свои И потом по итогу каталога Я уже провожу розыгрыш На 25 и на 50 Стабильно все одинаково Только каждый каталог Меняются подарки и призы Тут уже каждый из вас Сам определяет Нужна ли ему еще такая поддержка Для ваших потребителей Либо они будут делать заказы И так просто Ну естественно вы понимаете Чем больше подарков Тем больше людям Это будет нравиться Но ребят Все подготовить заранее Конечно это очень важно Не так просто В зал и пошел А вот пока вы все это не организуете Вступать в такой бой Смысла не будет никакого Вот поэтому читаем На слайде Самое важное Только после плотной подготовки Вы приступаете к осуществлению Своего плана То есть пока вы Это все не сделаете Смысла нет Но ребят Сперва вы должны заняться Общим планированием То есть сперва вы должны Сесть и понять Чего вы хотите Какого статуса вы хотите Золото, бриллиант, рубин Простого директора 15% Чего вы хотите Как только вы себе Вот эту большую глобальную цель Просто в мозгах Прокрутили Поставили Тогда вы начинаете Подготавливать Вот эти все инструменты Которые вам нужны Видео ПДФ Слайдовые презентации Картинки Чаты И все-все-все По полочкам себе Раскладываете Когда вы это все По полочкам себе Разложили Когда у вас Все вот это есть Вы начинаете Это делать Вот когда вы Это все сделали Вы подготовили Если у вас Этого нет Просто сейчас На данный момент У кого есть В проекте В котором вы Находите В структуре В которой вы Находитесь Вам круто Вам повезло У кого нет Придется это сделать Вы это сделали И тогда Вы начинаете Заниматься Уже Планированием Пошаговым То есть вот вы поставили себе директора, теперь вы уже начинаете, потому что у вас реально уйдет еще недели 2-3, а может быть и больше на подготовку. Вы тогда уже понимаете, через сколько вы его откроете, начинаете делить на мини-мини-план, и тогда у вас будет четкая картина, что вам нужно сделать на протяжении целого дня. Потом мы берем листок формата А4 раз в неделю, вносим в этот листочек план себе, который 100% нужно делать каждый день, вот прям прописали себе, понедельник, какое-то число, и пошел у вас план, который 100% надо сделать. Он неизменный, вот он меняться не может. Ежедневник, там мы будем еще дополнительные какие-то дела записывать, да, а здесь вот мы на этом своем листочке формата А4, вот прям то, что нужно 100% сделать, умрину сделай, да, называется. Вторник, среда, четверг, то есть прописали полностью всю неделю, и этот план на самое видное место, где вы хотите. Хотите на холодильник, на кухне часто, значит, вешаем на холодильник. За компьютером работаете перед своим носом на стене на вашем рабочем столе, чтобы вы вот утром проснулись, взглянули, взглянули, даже не в ежедневник, а на свой план, на свою стенку, на свой холодильник, на дверь, на все, что угодно, там, где вы чаще бываете. И вы четко знаете то, что все, сегодня не нужно сделать кровь из носа то-то-то, потому что у меня что? У меня есть цель. Дальше, чтобы понять, сможете ли вы по этому плану вашему работать или нет, его нужно, ребят, откатать. Что значит откатать? Я на 100% уверена, то, что очень многие из вас начнут, вы начнете это делать, вот вы сейчас подумаете, вы начнете это делать, да, это будет круто, но сейчас вы начнете себя на износ с собой работать, и вы начнете себе заведомо делать сложный план. Вот прям, знаете, у вас сейчас сработает такая то, что если я сейчас себе напишу, значит я кровь из носа это сделаю, если я не сделаю, значит я, у меня нету цели, я буду плохим лидером, вы начнете себя вот так вот мотивировать. Хорошо, вы все прописали, вы все замечательно подготовили, но с течением времени где-то вы поймете, что переборщили чуток, чуть-чуть вы переборщили, и вот этого, ребят, бояться не надо. Бояться не надо, потому что каждый план нужно действительно откатывать. Вот вы когда отработаете по нему каталог, и вы поймете то, что вы в ход, вы вошли в тонус, да, у вас все получается, у вас все, вот вы не пропускаете ни одного задания, значит круто, вы попали в точку, вы попали в эту серединочку, да, вы четко успеваете и работать, и отдыхать, и еще может быть даже и спать нормально, и строить свой бизнес, расти, у вас прекрасное настроение и все остальное. Если вы отработав по плану каталог, вы понимаете то, что вы умираете, у вас нет сил, да, ваша семья вас уже ненавидит, потому что вы время им вообще никакого не уделяете, да, вас там, ну, надо, ребят, понижать. Понижать вот эту вот планочку, ее немножечко сокращать, и это нормально, потому что, я не скажу, что все, но большое количество людей сразу ставят себе заведомо большие вот эти вот цели, заведомо большие какие-то планки и все-все-все остальное. И реально с этим, ну, не справляются. Вспомните, это было в начале нашего вебинара, почему у многих из нас с вами нету роста, да, там, неудовлетворенность, там, еще и депрессия может на фоне этого сложиться. Вот именно потому, что мы от себя требуем намного больше, чем мы хотим, вернее, чем мы можем сделать, и это, к сожалению, так. Поэтому любите себя, да, и вот все-таки больше откатывайте свой план, если вдруг сильно физически сложно, то чуть-чуть его нужно понижать. Не забывать, не бросать, не говорить, ой, это не работает ни в коем случае, а вот именно чуть-чуть его понижать. Теперь внимание, ребят, если еще все-таки у нас с вами остались те, кто скажет мне, что планирование это ерунда, это не работает, это не мое, я этим заниматься не буду, мне это вообще не надо, тогда я думаю, что вы знаете, что есть у нас на белом шаре, да, категории разных людей. Есть у нас с вами богатые, есть успешные, есть неуспешные, есть небогатые, есть нищие, есть бедные и так далее. И каждая категория людей, конечно, друг от друга отличается, отличается всем, и мышлением, и образом жизни, и привычками, и теми книгами, которые они читают, и теми мыслями, которые у них в голове. Да, я не говорю сейчас про материальные какие-то там ценности, на чем они ездят, на чем они спят, что они едят, я говорю про духовные ценности, да, то есть то, что вот у нас с вами внутри. Очень сильно отличаются. И вот как раз-таки одна из привычек богатых и успешных людей, я не буду прям зачитывать здесь все, но это действительно золотое правило, которое написал немалоизвестный человек Стив Джобс, да, то, что правильное планирование предотвращает нашу с вами плохую работу. И это действительно так. Если вы хотите работать на качество, а не на количество, если вы хотите, чтобы у вас все приносило результат, тогда, друзья, как ни крути, но без планирования в нашем бизнесе и в вашем бизнесе, конечно, будет не обойтись. Ну и в конце, да, хочу уже подвести такой вот хороший такой итог, потому что на самом деле вы узнали сегодня очень много информации, действительно очень много информации. И если вы ее возьмете, переложите на себя, переделаете под свою структуру и пустите обязательно в разработку, вы сами увидите, пусть не в этом каталоге, но через, может быть, два каталога, три каталога, у вас уже пойдет очень хороший прирост. При даже не сильно больших ваших действиях. Поэтому все дальше будет зависеть только от вас. Ну и напоследок, да, какова бы ни была ваша цель, вы сможете ее достигнуть, если только захотите потрудиться. Потому что все мы с вами знаем, просто так ничего никому никогда не дольется. Хочешь получать, да, значит, нужно работать, а где-то нужно даже пахать. Ну и все остальное уже будет зависеть только от ваших амбиций, ваших планов и от вас. Вот, на этой позитивной ноте я хочу вам пожелать только роста, только процветания, вот, только действительно позитива, классных планов и обязательно их исполнения. И, друзья, у вас сейчас есть полчаса перерыва. Вот, в 8 часов у нас будет для вас вещать новый спикер Юлия Павлова, поэтому можете сходить пока отдохнуть, попить чайку. И в 8 часов мы будем вас тоже здесь, конечно же, ждать и видеть, и радоваться, что вы были все это время с нами. Спасибо вам также за ваше внимание. Всем хорошего вечера и приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok